приветствую вас мои родные любимые христолюбцы все братья сестры во христе всем желаю радоваться веселиться в господи и усовершаться возрастать возделывать себя в любви христовой ко всем особенно к своим поверье христос посреди нас бог живой всегда был есть и будет сестра одна мне задала вопрос и точно такой же вопрос мне писал где-то месяц назад братец спрашивает меня по поводу толстого как я отношусь там к его творениям мы не знаю надеюсь у меня кратко получится честно мне не особо хочется развивать эту тему и вот когда мне месяц назад братец написал но я решил как раз ради любви все-таки там вот это его есть моя вера я еще другие вещи что-то не то пытался считать на самом деле как у него как у достоевского прекрасно знаете там такая тьма тьмущая что просто за всю жизнь не перечитать вот и поэтому ну кое-что я тоже самое важное такое я считаю смотрел да ну и вот скажу свое мнение так как ну во первых не о людях а их творение и причем эти люди уже там где-то у господа вот я никогда не даю рецензии на жены не живущих людей никакие несуждения не высуждения не выношу вот а так как эти наши братья по плоти может быть по духу уже того господа то тем более на их творения они их самих мы не судим ни в коем случае причем это лишь мой лишь мое мнение это я его в контексте сейчас услышать в каком подам да и вот я тогда когда месяц назад мне братец димка спросил и я крыну ладно я нашел есть моя вера вот это в аудио формате я думаю ладно раз есть читать да конечно не стал уже мне уже все не до этого и тратить свое время на это мне не было никакого желания вот и я там занимался сайтом что-то делать то есть можно слушать параллельно чем-то я занимаюсь там или то же самое еду готовить что-то по дороге я слушал там у него тоже прилично там даже в аудио формате на игру на это можно уделить время тем более когда ты занимаешься чем-то можно слушать а чтение такое конечно отнимает много времени слушание аудио книг можно делать параллельно с какими-то делами которые не требуют большого ума так скажем когда ты вкладываешь что-то делаешь чисто какую-то рутинную ручную работу и вот почему мне нравится и в нашем современном мире действительно у христиан не будет отмазов что они там не знали писание или еще что-то подобное да сейчас можно слушать смотреть читать в разных вариантах и книжным людям-то раньше книги не были доступны а сейчас уж все доступно вот и я прослушал это моя вера вспомнил как мне кажется на чем я приткнулся потому что я вначале то что слушаю помню что мне знакомо там где-то 13 глав и вот на седьмой когда лев николаевич касается воскресенья я вспомнил что на этом моменте я устал это тогда тоже читать или слушать я уж не помню когда я первый раз сделал и но в этот раз я решил перебороть себя уже окончательно чтобы решить думаю дай дослушаю вот как говорится чистому все чисто чего меня там я ни в чем не поколеблюсь не усомнюсь но просто для особой радости это слушать нет никакой да или читать там вот но я думаю ради любви чтобы знать потом действительно вот как мы видим второй раз уже сестра спрашивает как то я к этому отношусь вот ну кто это читал тому конечно будет это более интересным мнение а кто на этого не слышал тогда получается непонятно вы сами не понимаете немножко о чем речь вот но толстой абсолютно не принял христа да то есть он этого не скрывал все у него были учителями одинаковыми что там будда что конфуций что в общем все учителя всех времен и народов что иудейские пророки что всякие 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 так называемые святые все у него в одной планке вот и поэтому то что он там свое учение то это вообще такая жуть особенно слушать это невозможно и все кто упокаялись прекрасно знает что если а он сам всеми говорит что тебя закопают я закопают и черви тебя съедят вот и при этом пытается все таки говорит но надо вот жить вот туда по-братски в любви там не убивать непротивление злу силы это все хорошо только зачем и сам себе противоречит и вот седьмой главе он вообще пишет против воскресенья что это бред что это невозможно план такой еще один вообще игнорирует вот ну естественно христос не вообще никто там несущий бог ничего и так кто-то пытался там поговорить с народом да вот и поэтому конечно это слушать невозможно пользы от этого вообще никакой нет хоть меня там есть и умные мысли как всегда да книжник как господь сказал из сердца своего вынеси доброе и старого из нового каучистая сердца да научное царство небесное у господь сказал книжник поэтому человек конечно идущий за христом подвизающийся в святости то есть в любви к ближнему упование на бога и смотрите не перепутайте вот а то у нас все наоборот у нас любят бога и уповают на человека это беда прям сатанинская наживка на которой все клюют и причем это именно учение всех конфессий люби люби бога ходи в храм давай бабло молись постись уповай на человека лечись учись защищайся бухай ешь пей веселись это вот беда прям вот и поэтому честно что там можно оттуда вынести я не знаю единственно кого я всем всегда рекомендуем по рекомендую светских писателей так называемых светских хотя он был искренне я бы назвал христолюбцем да это английский гражданин англии английский писатель клайв стеклз льюис да вот я считаю что никто не пожалеет прочитав и познакомившись это не просто христианские писатели это именно сам человек христолюбец вот жившие уже почти век назад от нас да вот действительно что можно почитать вот чайка истины искренне верующие во христа любовь исповедующие верующие воскресенье вечную жизнь и все все прочее действительно одаренные божьими дарами разными и слова и мудрости вот я конечно всем рекомендовал рекомендую всегда с просто христианство можно начать не можно а нужно есть не такой труд так назову книжка бесподобно читается все очень легко очень доступно вот ну и есть другие там у нее интересные вещи такие как любовь все забываю как она где там это автобус то из ада в рай летел то или пока мы лиц не обрели или настигнут радостью нет настигнут радость помню автобиографии ну это кому интересно в личку пишите если что как говорится поруковожу как там ну или напомню как правильно ну просто христианство однозначно льюсь начинается вот хотя вот недавно братец мне тоже мы как-то с ним обсуждали темы разные вот эти да около христианской литературы христианской тоже я ему спросил читал он сказал нет я ему порекомендовал он вроде бы искренне попытался и сказал что много философии ему не понравилось вот свобода во христе да чё я буду там ходить его я даже не расценивает как что мы с ним разного духа мы с ним общаемся вот и поэтому кому-то что-то идет кому-то что-то нет причем там действительно начало может быть показаться каким-то но я и надо на себя перебороть если уж я вон толстого переслушал то я говорю я считаю что кто прослушает просто христианство даже через силу где-то поначалу потом точно не пожалеет да мне почему-то так кажется ну хотя кому-то может что-то не пойти вот хотя когда мы все одного духа мы поэтому можем судить что нам нравятся одни и те же вещи особенно трещи духовные ну я говорю все надо друг другу относиться с любовью с пониманием все мы разного духовного возраста вот хотя еще надо действительно как в природе господь красота то нет определение и лилии роза красиво и волка и птица и курица и мышь даже красиво да мы еще и по качеству все немножко разные надо понимать бог нас создал разными вот мы все должны только в одном быть одинаково это в любви блинду к дружку и в уповании на бога вот у нас простой евангелие простая суть бытия и об этом буду говорить постоянно ибо сам христос об этом только и говорил ничего другого не говорил на самом деле да вот так что вот так вот я даже не пойму сказал я вам чили нет по толстого в общем я не рекомендую потому что честно потраченное время жизни человек который не верует во христа чем какая там истина есть да понятно логос божий премудрость бог виде духа невидимого христа отца небесного просвещает каждого человека пришедшего в мир но после нового завета если честно лучше почитать людей которые искренне искренне христолюбцев чего именно любящих христа даже не просто каких-нибудь иудеев христианствующих язычников христиан именно христолюбцев которые действительно почитать очень важного ты опять же льюисы как почему нам книга деяния оставлено а потом послание мы смотрим как они жили и что они писали почему евангелие божие нам оставлен не виде учения а видимо жизни и учения ибо сам лука я все груш тут не я даю определение то лука дал определение пишали как правильно склонить слово пися в общем в общем подскажете мне там кто-нибудь то есть лука когда писал двухтомник писал он написал первую книгу евангелие как уже многие причем написали как он сам сказал вот и уже вторую книгу по заказу так скажем какого скорее всего богатого человека феофила писал и дальше вторую книгу уже а и он сказал что первую книгу этим писал о том что делал делал сначала и чему учил иисус христос господь и бог наш а вторую книгу тебе пишу вот уже о том а что он как как божие божие евангелие божия закваска начала переквашивать мироздание как новый завет стал переквашивать или как говорил льюис дом по-моему как же он говорил то добрая инфекция нет как сейчас я сейчас была какая-то благая инфекция как-то называл но по сути просто вот эту закваску то есть евангельское слово немножко взял свое придумал но молодец как глубоко как называется опухоль когда бы вам в общем вы меня поняли благотворные инфекции о как он свой такой придумал слоган хороший вот так что поэтому не знаю более того я не уверен что многие кто вот так живут тоже сестра кто расспрашивала замужем насколько мы познакомились там ребенок не боли далеко не взрослый да то есть она не на пенсии сидит муж там есть семья дети я чуть не уверен что люди я всем почему так спрашиваю уже по опыту просто знаю по опыту общения которые имеют вот благодаря такой своей жизни вот что кто там что знает новый завет то с трудом читают послание апостольские послание павла они вроде бы чудесные прекрасные но вы знаете я сутками читал новый завет и читаю до сих пор и господь видимо когда вот я уже больше года как бы вышел вот так так скажем на проповедь на просторы интернета только тогда мне господь став открывать видимо с той же целью потому что сам павел проповедник и 8 полезно стать действительно проповедником вот но каждый христианин проповедником проповедник в любом случае потому что прежде всего своей жизнью хочешь не хочешь он живет он каждый день что-то делает и каждого поступок христианин должен помнить это проповедь евангелия проповедь христа об этом никогда нельзя забывать оттуда вы то я же ничего не говорю ты жизни проповедуешь ты можешь слова не сказать и привести ко христу людей ты можешь тысячи слов сказать и всех привести к антихристу своими лжеучениями жизнь проповедую любовью к ближнему упованию на бога и не наоборот ни в коем случае а то придумали я в храм сходил я помолилась я то я то правильно ты в себя все напихал это эгоистка тебе любить бога надо ой ближнего и уповать на бога они наоборот пошла бога полюбила там все сделала и чё и себе ну я же помолилась такая благодать вот именно ты совершила дела эгоизма и лже христианство любви какой-то к богу бог христолюбцам своим которые сидят на прощальном ужине говорит кто любит меня тот соблюдает заповедь моя заповедь мы чтобы вы любили друг друга снимает с себя полотенца опоясывается и мывает ноги ученика могут я пришел не для того чтобы мне служили если мы на земле никакой не нужно было служение уж тем более на небе ему ничего от нас не надо он нас сотворил и когда этот мир из грязи творил и в это трой вел человека он ему не говорил что будешь мне отдавать десяти но это все мое мне от тебя ничего не надо моя воля одна что ты был счастлив чтобы ты радовался был мирен веселился вот моя моя радость любовь радуется счастью ближнего и все делает для этого поэтому ты воскресенье пойди и ближнему добро сделай вот ты бога полюбишь пока идешь на это доброе дело беседу с богом на кто тебе мешает на здоровье с богом беседует в сердце своем они в кирпичном здании вот так вот поэтому что толку там от толстого вынесешь да ничего ну можно вынести но если у кого на это время ушел и у павла точно вынесите так не проще читать послание павла очень много для обычного человека который живет работая где-то целыми днями я не думаю что у человека много время действительно лучше библию задачи почитать присоокупить если тебе хватает время на чтение нового завета пожалуйста присоокупи ветхий завет книгу бытия прочти дальше читаю выкинь там эти числа хотя там много интересного один раз когда читаешь сразу помечай все что касается этого закона обрядов сразу вычеркивай прям бумажной версии или в электронной выкидывай чтобы второй раз к этому не возвращаться тебе это не нужно все это все ушедшие в прошлое ветхая давно а ветхая паскал близко к уничтожению у нас все эти трусы ветхие все мы еще носим на себе никак не снимем уже давно провоняли все из гнили а мы все на них новые напяли вы и ходим также воняем и гниел выкинуть все это надо ветхий завет читается только как историческая книга если тебе бог дал дар видение его сквозь призму нового завета до можешь им пользоваться как пользовался господь и апостолы а сшивать какой-то авторитет из библии из всех этих писаний никогда нельзя евангелие судьбы тия господь бог наш есть любовь это очень важно понять жизни ну вот так вот наверное хватит я больше не знаю что сказать вот там могу сразу захватить того самого достоевского я не могу вычитать уже не по причине того что он не христианин он как раз был тоже внесистемный христолюбец но читать его мне тяжело по причине его вот этого манеры подачи текста одна страница я могу сутками не могу прочесть такое ощущение что он знаете как раньше справа налево писали вот такое ощущение что я пытаюсь справа налево на левую букву складывать у неё супер монологи супер идеи там когда вырванные из вот кто знает и много экранизации я люблю оттуда вот эти где снимают а читать сплошняком вообще сколько пытался одно время думаю надо чтоб не быть невежественным во всем разбираться чтобы быть книжником со старыми и новыми знаниями но есть всему пределы это не мое я понял а вот ильюйся допустим конечно со всем творчеством знаком ибо она я не знаю но как 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 кашка проливается даже с тебя зубов нету как для твердой пищи это молочко очень отлично идет вот ну а кому не идет я говорю тут я же ничего не так что я знаю многих кто действительно тоже и радовался и любит его читать перечитывать вот а так конечно мне кажется христолюбец христианин но именно христолюбец а то по имени то все христиане а где они любящих христа любящий будет перечитывать письма от любимого его труды его творения каждого слова улавливать поэтому не знаю я 7 лет и сутками слушаю евангелие читаю новый завет послание что-то из библии что мне господь на сердце кладет вновь там иногда целичком прослушать не знаю конечно я немножко другой информации потребляю но уже вот перейдя к семилетнего моему опыту жизни во христе все-таки есть чем поделиться и тем более у меня день за год как у многих семейных я прожил когда ты живешь с копцом ради царства небесно это другая жизнь сколько я кругов евангелия перечитать на этом потом не господь скажет на небе сухи перечитал вот новый завет честно я не думаю что у христианина живущего семейной жизнью где действительно много забот да попечений работа какая-то бывает очень сложная трудная усталость сколько бытовых вещей я представляю я же не с неба свалился тоже жил и гражданскими браками и семь семье где родители мама папа да то есть сколько забот я не думаю что у человека хватит время на толстого достоевского там я релью если могу максимум тогда на первом месте это это у кого прям тьма тьма времени или он действительно все свое время посвящает познанию истины вот как-то вот так вот поэтому я просто скажу я не буду там ничего не разбирать я просто акцент сделал кстати на воскресенье что он отрицал явно ну и саму сущность христа как сущего бога новости вообще никем не признавал ну обычным таким вот иудейским учителем раввином все поэтому тут все и в этом как бы я хочу все заключить а то что там можно что-то умное для себя что господь тебе через и через сатаниста может что-то и и видеть в мире в мире точнее говорит о том что стоит всем в это окунаться вот такое вот мое мнение и по поводу всего я все это мирской литературы фильмов надо брать сверху надо брать самое вкусное самое совершенно никто не будет все со стола пытаются взять вкусненькое самое самая свеженькая самая лучшенькая вот на нашем столе христолюбцев самое вкусненькое свеженькая стопроцентная и действительно питательны это евангелие потом послание хоть и писали сначала послание вот но потом когда умалились живые свидетели христовой жизни и и слов его учения господь промыслом стать своим для всех чтобы оставить в свободе христолюбцев чтобы мы не были рабами культов оставил бумажное писание которое передавалось людьми а они только культами церкви то есть люди поэтому эти желающие воссесть на все время на седалище христовое не бойтесь их когда-нибудь там о это же мы там кто вы то вы что ли писали это евангелие вы что ли будьте между человеку куда ты в душу залезешь между ним и богом станешь ну ладно книжку ты у него заберешь авторские права скоро напишет какая конфессия будет вообще кошмар но в душу вы никому не залезете у вас это не получится поэтому христолюбцы будьте свободны будьте счастливы помните эти две заповеди когда ваша диванная вера превращается в деятельную жизнь хотя вашей жизни все равно деятельным мы делаем либо добро либо зло ничего мы не придумаем в этой жизни поэтому верующий во христа от неверующих отличается только одним что и тот и тот что то делает только христа любит сделает добро а сатанисты делают зло вот и все вся разница мы что-то все равно делаем поэтому христианская вера проявляется в его жизни а соответственно вера слово диванная вера когда просто верил во христа и в любовь проявляется уже вера слово меняется на слово упование надежда мы прекрасно знаем. Ибо тот, кто сам себя воскресил, Иисущий Бог, неужели он вас не исцелит? Неужели он вам знания не даст? Неужели он вас не защитит, если он Бог? Почитайте чудеса, какие были в истории Ветхого за это. Какие чудеса творил Господь? Какие чудеса творили апостолы? И признайте самому себе, что вы просто не верите в это во все. Что Бог всемогущ, что Господу что-то сейчас сделать, хлеб вам с неба накидать. Это просто помыслить. Ибо все мироздание, это его логос и его мысли. И приходя какую-то определенную грань неведомую человеку, невидимое становится видимым. И это тайна бытия непознаваемая. Бог всегда и видим, и невидим. Он сущий. Ломают там голову эти философы. Где там материя совечно отделяют. Да нет никакой материи. Уж давно разложили атом этой энергии. Все, это все одно и то же. Есть просто грань между видимым и невидимым миром. А Бог все во всем. Бог все, что мы видим и все, что не видим. Это все Бог. Это он все. Это его все мысли. Все его проявления, его мысли. Как из проектора, я рассказывал, летит. И вот когда достигает какой-то точки, как экрана, как простыни, как белые тряпки. Все это мы видим. Что в этом луче светика из проектора. Вот он, Бог есть свет. Летит. Все это на проекторе отображается. Так и у нас. Что мы мыслим, проявляется у нас. На лице, на руках делами, на ногах, куда мы идем. На доброе дело или на зло. Все это вот проявляется. Поэтому христианская жизнь это вера, действующая упованием уже на Бога. И любовью к ближнему. И никак не наоборот. Никак не наоборот. Богу ничего дать невозможно. Любить его никаким образом нельзя, только любя ближнего. Ибо мы его образ и подобие. Целовать надо не иконы, а людей. Маму, папу, детей, друзей. Обниматься, целоваться. Перед ними надо вставать на колени и умывать им ноги. Им надо брать, когда даже он тебя обидел. Друг, брат или вообще левый тебе пока человек. Взять ему, сделать добро. Прилепить ему ухо. Взять ему, исцелить, как Господь 10 прокаженных исцелил. Не важно, что он знал, ибо он Бог. И прозорлив, что они не вернутся, вернется только один самарянин. Вот что такое Бог. А когда тебя вообще придут убивать и на кресте вешать, будь покоен. Ты идешь, тебя пули запускают ко Христу на брачный пир. Скажи, братья, простите меня, дурака, что вашими руками Господь меня к себе на пир прибирает. Почему человек, как любить врагов легко-то? Оказывается, что они мои не враги, а добродетели. Все, что они делают, меня ко Христу, они мне чашу Господню кровавую подают выпить и тут же ко Христу отправятся. Они мои благодетели. Так же, братья, быстрее распинайте меня. Где ваши гвозди, что вы мельтешите? Вбивайте скорее и пронзайте копьем мне ребра. Люди, познавшие истину, понимают смысл бытия. Они никогда врагов у них нет уже никаких. Получается, его враг, его лучший добродетель. Потому что он позволяет ему испивать чашу Господню нового завета, которая в его крови, в жертвенной любви. Теперь, кто меня обижает, он на нее смотрит и молится за него Богу. Что такое молитва за врагов? Он говорит, Господи, ты да, ты же знаешь, что он сейчас мне дает чашу и спит. Я сейчас тебя причащаю. Смотрю, он меня ругает в маршрутке, поносит всем. Почем зря? А я молчу. А я говорю, ой, какой хороший человек. А за глаза дома никому ничего не рассказал, что меня человек сегодня обидел. наоборот похвалил. Сказал, ты знаешь, сегодня Бог мне послал брата, хоть и по плоти. И он мне дал Богу причаститься кровью его нового завета. Тебя обидели где-то, что-то лишили. Это твои не враги, а лучшие добродетели. Ты начинаешь за них молиться. Человек, у человека, которого пелена с глаз упала, он это познает. И аж в шоке живешь. Думаешь, Господи, как же жить-то радостно-то? Врагов-то, оказывается, нету. Оказывается, все меня в царство небесной пули запускают. Оказывается, я при каждом омовении ног любящим меня причащаюсь к Тебе. Оказывается, я благотворю неблагодарным и злым ко мне. Я, оказывается, пью Твою кровь, которая есть образ жертвенной любви. Оказывается, те, кто даже меня тело лишат, Господи, не бойтесь их, ибо они ваши добродетели. Бойтесь, кто душу может погубить. Вот такими лжеучениями любите Бога и ненавидьте врагов Отечества. Своих врагов там всех подряд. Врагов истины, истины Божьей. Вот их надо на костре всех сжечь. Не верьте вы этой лжи. Ее нет в Евангелии. Она вся разбивается о Христа. Господь сказал, всякая эта фигня на меня упадет и разобьется, и я на кого этот камень упадет и расставит. Этот камень крест Христов. Что на него все падает. Все эти лжеучения крест Христов разбиваются, как один некто негде сказал. Что-то на твоей жизни не видно справедливости Божьей. Ты грешник, а Бог умер за тебя. Но он по сути просто, как и я, другими словами, как здесь разглагольствую, просто говорил Петра, словами Петра, который говорил. Ты что, забыл об очищении грехов своих, грешник? Кого ты осуждаешь? Кого ты не любишь-то? Покажи вере в твоей любовь. Вот так вот поговорили о Толстом. Но я всегда буду вам говорить о словах Господа нашего, Иисуса, о заповеди Господа нашего Иисуса Христа, если необходимо припоминать через призму Нового Завета и Креста Христова слова пророков и во свете Божьей любви, наставления апостолов. Вот кто такой христианин. Это Иоанн Креститель. Он сам подвизается, сам показывает на Господа, и как супер образ, хотя это образ жизни, он говорит, это друг жениха, который подводит к нему. Не к себе, не к культу. Он радуется, когда человек начинает жить в Боге и больше у тебя ничего не спрашивает. За тобой не бегает, не задает вопросов, а живет во Христе и сам заквасился и пошел дальше заквашивать. И вы уже становитесь, ты ему становишься не пресвитером, старшим братом, а становишься соработником, который сам уже, из которого начинают эти реки Духа Святого истекать, он сам со всеми делится, говорит, люди, опомнитесь. Вот так мы заквашиваем друг друга, вот так мы любим друг друга. И так все друг за дружкой, хороводом идем в Царство Небесное. Так что, если хотите спасаться и спасать ближних, опомнитесь и познайте суть Евангелия. Она в любви к ближнему и уповании на Бога, и не наоборот, не наоборот. И каждое мое дело это проповедь, причем проповедь сильнее всякого слова. Ну все, полчаса. Всем спасибо, кто меня слушал. Всех вас нежного Христе целую, крепко обнимаю. Бог живой, Христос посреди нас сейчас, прямо здесь. Знайте это, помните это всегда. Слава Ему за все. Благодарите Бога всегда и за все. Не обязательно это делать словами. Придется время, когда вы будете жить этим состоянием, вам уже не нужны будут слова. Ну все мои каналчики наверху, подписывайтесь. Все мои контакты внизу, а все полезные ссылочки, как всегда, справа. Ставьте вот такой вот палец вверх, кто любит меня. Кто не любит, все равно ставьте палец вверх, потому что придется полюбить, потому что в вечности жить во гневе невозможно. Мы все должны любить друг дружку. Делитесь с кем считаете нужным этими записями. Ну и все. Храни всех Христос, всех еще раз крепко обнимаю. До встречи в новом ролике. Пока-пока.